хребет дьявола на земле любви интересное название ну тогда давайте смотреть ролик указатель нам говорит пешеходам прямо а тех кто на велосипедах и на конях пожалуйста направо но мы пешеходы мы идем прямо этот трейл достаточно длинный так что если вы когда-нибудь соберете сюда прийти погулять обязательно берите с собой воду и рассчитывайте то что быстренько погулять у вас не получится и вам придется немножечко отдыхать где-то по пути а если приедете сюда зимой то обязательно одевайте сапоги сами видите какая здесь дорожка эти домики меня очень удивили на отшибе такие огромные большие домины стоят обалдеть я не знаю сколько они стоят но я думаю что вряд ли конечно же дешево как говорит один хороший друг социофобы собрались тут ну похоже что так и есть потому что кроме этих домиков и полей вокруг этих домиков в этом месте в общем то ничего и нету а вот такой вот трейл нелегкий трейл для того чтобы ходить но если честно он того стоил дети конечно сопротивлялись им очень не нравилась эта идея тут ходить но то место куда мы шли она стоила того чтобы мы туда дошли называется это место замочные скважина в хребте дьявола представляете какое название в общем это место целиком она называется на английском devil's backbone можно перевести как хребет дьявола или как позвоночник дьявола но но именно так похоже и выглядит товарищи которые это дело так назвали много-много лет назад хоть они не умели летать но они представили себе это место именно таким потому что это выглядит самом деле как позвоночник спина как вот рисует всех этих вот дьяволов она ровненько так и выглядит очень прикольно очень красиво конечно здесь но вид сверху наверное круче был бы был бы у меня дрон надо было бы вид сверху снять но дрона у меня нет поэтому смотрим на то что есть несмотря на то что здесь сплошные поля здесь очень красиво погулять и поля эти неровные они холмистые и очень красиво посмотреть вот на такое солнышко всходящие ли за заходящие за холм и собственно говоря сам этот ребят очень очень красиво интересные очень такие образования вот мы залезли на оверлук где подписано где какие горы как они называются на какой они высоте находятся и вот сейчас мы собственно говоря с этого места на них и посмотрим вот те самые горы которые были указаны на этой табличке конечно вид отсюда очень красивый а вот эти вот домики я вам сейчас про них тоже расскажу интересное люди очень сильно загоняются по теме чертовщине видимо название этого места привлекает их заниматься чем-нибудь подобно вот эта площадка с которой мы смотрели она тоже очень красиво выглядит мне очень нравится ли да конечно все это очень очень красиво и сто пятьсот раз буду говорить но это в самом деле так и вы знали что это место когда-то было морским дном как вам такое дерево в солнышке очень красиво мне очень нравится но в конце концов мы дошли вот это замочная скважина такая огромная арка в этих торчащих скалах можно увидеть что они достаточно узенькие да прикольно а то самом деле как торчащие кости какие-то из-под земли очень красиво выглядит ну и конечно же вид на кусочек западной части ловленда с видами на горы и солнышком вид отсюда конечно открывается обалденно все сюда приходят фотографироваться мы тоже наделали немножко фотографии я их разместил инстаграме так что подписывайтесь на него тоже ну а пока мы с вами гуляем среди этих колючек я расскажу вам про те самые домики они очень творчески подходят к украшению своих домов на хэллоуин у них большие участки они на своих участках устраивают всякие разнообразные шоу организовывают всяческие комнаты страха бродилки страха трейлы страха в общем на одну из них даже так и написано что я здесь немножечко описался но настолько страшно они видимо это все дело дело и хотели бы выжить на улице которая называется хребе дьявола а вот там одна из улиц именно так и называется вот так и прикольно или например улица которая называется рога вот улицы которая называется копыта я не нашел но зато нашел улицу, которая называется Голубая собака. Так вот прикольно. Ну вот еще разок. Виды. Виды, виды, виды. Виды, конечно, очень красивые. Очень нам тут нравится. И мы здесь делали остановку, потому что дети на самом деле очень устали. Очень тяжело в снег, по скорской дороге идти то вверх, то вниз. В общем, дети даже решили здесь немножечко полежать. Я уже говорил, наверное, неоднократно, что большая часть Колорадо была когда-то морским дном. И эта часть не является исключением, но здесь была береговая линия. Здесь был берег. И здесь раньше жили тираннозавры. Вот так вот. И даже здесь находили останки этих тираннозавров. А если вам интересно, то мы, конечно же, когда будет хорошая погода, обязательно сходим. Здесь в Колорадо есть место такое, где есть следы тех самых динозавров, которые остались впечатаны в известняк и застыли в таком виде. То есть, реальные следы реальных динозавров. Вот, прикольно. Так что, жили здесь динозавры, не тужили до тех пор, пока не случился коллапс двух плит и не образовались вот эти вот штуки. Ну, а между тем, мы держим путь домой. И путь домой тоже очень красивый. Такое красивое небо, такие сказочные цвета. Очень классно. Нам очень понравилось. И я даже в Инстаграме выкладывал эту дорогу, потому что она мне очень понравилась. Очень красиво выглядит солнышко, спрятавшееся за горы. Такие нежные краски, которые не каждый день можно на самом деле увидеть даже здесь. А еще интересно, что именно здесь были найдены останки доисторического человека, а также самого большого слона. Но все это дело уехало в Чикаго и находится в музее Чикаго. Так что, если вы в Чикаго и смотрите мой канал, можете сходить в музей, который называется Филд Мюзиум. Не знаю, где он у вас там находится. Но именно туда уехали останки наших динозавров, доисторических людей, и на них посмотреть можно где-то именно там. Вообще вся эта гряда она аж целых 15 миль, так что погулять есть где. Ну а на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.